Утро по-прежнему, как говорится, доброе. В трудовом законодательстве появились некоторые изменения и нововведения. Прежде всего, о них нужно знать работодателям, чтобы избежать штрафов за нарушение новых требований. Однако, многие поправки напрямую коснутся и сотрудников. С подробностями у нас в гостях директор Ханты-Мансийского центра занятости населения Лидия Шкирта. Лидия Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Итак, первый вопрос. Рассказывайте, как с этого года изменился порядок постановки на учет безработных граждан? Да. Значит, смотрите. Первое – это все переведено в электронный вид. У нас был переходный такой период с апреля 2020 года, и теперь с 1 января подача заявлений может быть только в электронном виде. Поэтому отвечаю сразу на первый вопрос, а почему я должен именно в электронном виде заполнять. Это прям первый вопрос, который нам задают сейчас граждане. Это не наша прихоть, это постановление правительства. Есть же специально обученные люди, якобы. Да. Вот. Центр занятости оказывает содействие при заполнении. Мы понимаем, что есть такие граждане, у которых нет, может быть, каких-то гаджетов, возможностей. То есть у нас есть рабочее место, куда можно прийти и заполнить все свои сведения. Поэтому первое, что должно быть – это электронная почта и подтвержденная запись на государственных услугах. Это второй вопрос. То есть если у меня нет подтвержденной учетной записи, значит, ее необходимо сделать, подтвердить. Это также могут сделать как наши сотрудники, так и сотрудники МФЦ, банков, поликлиники. То есть это стандартная процедура. И именно на единой цифровой платформе «Работа в России» заполняется заявление, и там происходит общение. То есть не просто заполнил и забыл, а туда надо периодически заходить, потому что приходит информация о подборе вакансий, необходимо отмечать, о личной явке в центр занятости. То есть все моменты, они приходят на портал «Работа в России» и электронную почту. Поэтому это обязательные условия для обращения к нам. Кстати, о подборке вакансий. Когда человек подает это заявление, у него есть какие-то предпочтения? Он указывает это где-то в графе? Конечно. Он указывает свой опыт работы, он указывает свой уровень образования. И подходящей является та вакансия, которая соответствует его уровню образования и опыту работы. Поэтому ему порядка 10 вакансий направляется, и он уже заставляет для себя приоритеты. Первые две я хочу пойти туда. Продолжай тему безработных. Каким образом изменился размер пособия по безработице? Да. Значит, размер пособия по безработице максимальный у нас вырос. По городу Ханты-Мансийскую району он составляет 19 188 рублей. Это с первого по третий месяц. При условии, если у вас есть 26 недель трудовых. Это вообще в совокупности? За последний период вашей работы. И, соответственно, ваш средний уровень заработной платы. То есть, 19 это максимально 75. То есть, если у вас там 40-140 тысяч средний заработок, то у вас все равно максимальное пособие будет 19 188. 140 заработная плата. То есть, минимально, если вдруг вы вообще год не работали, тогда пособие назначается на 3 месяца. И в минимальном размере, который составляет 2 250. Так, теперь перейдем к работающему. К работающему. Но если ты про больничные, то, опять же, не работающие граждане. Да, я про больничные листы. Имеется в виду, что с этого года правда, что они будут исключительно в электронном виде. Значит, для обычных граждан в электронном виде, а для безработных граждан, в принципе, больничные листы выдаваться не будут. То есть, если вы вызываете врача, вы должны сказать, что я нигде не работаю. Поэтому вам больничный лист не будет оформлен. Но, например, если вы состоите на учете в центре занятости, у вас назначен прием для подбора вакансий, либо для предоставления направлений, то необходимо представлять медицинскую справку на бумажном носителе. И сами понимаете, если мы переболели, нам дали больничный лист, и мы на следующий день выходим, мы на следующий день предоставляем этот больничный лист. Точно так же и безработные граждане, состоящие у нас на учете, должны представить эту медицинскую справку на следующий день после того, как она выдана. То есть, если они принесут через 2-3 дня, неделю, то мы уже не сможем учесть это как объективные причины, по которым они не смогли к нам явиться. Уважительно. Я, кстати, про работу еще говорила, про электронный больничный. Нет, я имею в виду, что раз ты сидишь на больничном, ты ничего не делаешь. Ну, так это понятно. Да, так, про пособия мы выяснили. Скажите, пожалуйста, мы слышали, что женщины смогут работать в новых отраслях. Так ли это? Да, он и есть, в общем-то, утвержденный перечень ограничений для женщин на определенный ряд профессий. Это связано с тем, что влияет на наше репродуктивное женское здоровье. И поскольку сейчас, в общем, новые технологии, да, то перечень этих профессий, он снизился вот с 456 пунктов до 100. То есть, женщины могут сейчас там быть водителями большегрузных автомобилей, да, например, членами палубной команды судна, ну и так далее. Все мое. Маринка-матрос. Ну, мы понимаем, что были такие сферы, где все-таки, ну, там, вибрации. Все-таки мужская работа. Да, все-таки мужская работа. Адиационная отрасль, по-моему, если я не ошибаюсь, еще что-то там тоже я читал. Да, авиация в том числе. Авиатехники, по-моему, да. Ну, вот, верхолазов тоже можете быть. Вот, все, в общем, весь новый список. Потрясающе. Спасибо вам огромное. Я по традиции пожелаю вам поменьше работы, чтобы у людей была работа, чтобы у вас было ее поменьше. Побольше денег. Да. Это тоже наша любимая фраза. Спасибо огромное. Приходите к нам еще, будем вас рады ждать в гости. Друзья, с гостем прощаемся. Вам же говорим, не ленитесь, посмотрите немножечко рекламу и возвращайтесь к нам. Продолжение следует.